Мы живые, мы тебя слышим. Я помогу тебе, проси меня о помощи. Я знаю, что тебе нужно. Научись нас понимать, и всё случится. Драгоценная суть и Екатерина Воробаева в Паноптикум. 21 год завершается, и важно успеть в эти крайние дни совершить и окончить дела, которые тяготят, или всё, с чем вы войдёте в следующий год, пропишется на ближайшие 10-15 лет вашей судьбе. Мы сегодня, друзья, уже неоднократно об этом говорили. Как войти в новую жизнь с меньшими энергозатратами, и как с помощью минералов обеспечить защиту и подъём настроения в новогодней суете планеты. Сегодня, да что сегодня, прямо сейчас, в прямом эфире, мы познаем сакральные тайны воздействия на личное пространство с залогом благополучия в будущее. С литотерапевтом нашей программы Екатерины Воробаевой, Катя с очередной командировки, откуда мы сегодня точно тоже узнаем, примчала в нашу студию, практически как северная олень. С наступающим и добрый вечер, Катя. Привет. Воробаева Екатерина, практикующий литотерапевт с 15-летним стажем, рунолог, энергет, ювелирный стилист. Воробаева Екатерина знает абсолютно все тонкости и возможности камней и минералов. Екатерина владеет мастерским умением сочетать необходимые элементы с энергетикой будущих владельцев. Она знает, как сделать так, чтобы камни начали разговаривать на одном языке с тем, кто к ним обратился и доверил свою судьбу. Ведь ни много ни мало камни и минералы, так же, как и люди, дети Земли. Но лишь говорят они на своем, неслышном для обычных людей языке. Екатерина – тот человек, который с полуслова находит необходимый подход к самому капризному ископаемому мудрецу. Литотерапевт с точностью до фрейма расскажет клиенту, какие камни привлекут в жизнь финансы, личное благополучие, а какие защитят от стороннего негатива из глаза. Минералами специалист корректирует мысли, судьбы тех, кто обратился за помощью, выводя в нужные благополучные линии жизни. Екатерина Воропаева имеет доступ к редчайшим минералам страны, что подтверждено гарантиями качества многочисленных гемологических экспертиз. Паноптикум. Паноптикум. Катя, какая вообще тенденция уходящего года? Ведь это не только Юль, который вот-вот вступил в свои права и будет праздновать мы его 13 дней, но и 12 месяцев года. Завершение процессов, которые мы его делаем. Хочется узнать твое мнение о происходящих процессах в мире физики и эзотерики. Ну, я так думаю, что все ощутили, как 12 месяц нам дает жару. Все улыбаемся и Паша. Что это такое? Что значит ощутили? Нет сил, нет ресурсов? Ты знаешь, два крайних состояния. Либо ты стиснул зубы, прешь вперед, завершая те процессы, которые ты начал в этом году. Опасно для психики. Ну, а куда деваться? Куда деваться. Другой вариант – это депрессия. Тебя раскатало, лежишь, лапками подергиваешь. То есть, ну, вот два состояния, с которыми ко мне обращаются. Весь 12 месяц. В декабрь? Да. Окей. Что человеку может помочь завершить дела, привести себя в чувство, раз мы это затронули, дать волшебного, что называется, пинка? Вот с твоей стороны терапевта. Давайте не надо пинка, что-то он как-то пинается и пинается, уже вся пятая точка в пинаниях. Ты вот такая пришла-то загруженная. Загруженная, конечно. Что случилось? Нет, ничего не случилось. Прошлую программу, я помню, мы здесь летали на каких-то таких очень ярких тонах, а сейчас ты такая запоряженная. Потому что надо сейчас... Не просто искал про оленя. Нет, нет, не просто про оленя. На самом деле сейчас нужно действительно собраться, вот эти там, сколько там получается, 9 дней до Нового года. Ну, 10. Ну, пускай 10. Действительно, позавершать то, что начато. Потому что это энергия, которую ты вложил, но не вернул. То есть, она висит... Что это значит? Смотри, любое действие, которое ты начинаешь, да, то есть, там, книжку начинаешь читать, там, украшения начинаешь делать, как у моей девчонки, да, там, либо запускаешь какой-то процесс. Ты вкладываешь туда энергетически, вернешь ты эту энергию с дивидендами, как только ты этот процесс завершишь. Закончил? Вау, я классный, я супер. То есть, нельзя бросать на полпути? Если бросаешь, то откажись полностью. Скажи, нет, я это делать не буду. Не тащи дальше, 22-й год. А вот это, ой, сделать, ой, не сделать, ой, я завтра. Каких сфер это касается, вот сейчас актуальных? Ну, с чем приходится? Абсолютно всех. Отношения, работы. Отношения сейчас реже, сейчас действительно больше по работе, недвижимости, по делам. Многие сейчас понимают, что столкнулись с тем, что та работа, которая есть, не удовлетворяет ни по деньгам, ни по кайфу. Да, то есть, вообще, никакого расположения бывает так, что хочется что-то больше, лучше, выше, а не хватает смелости пойти. Отпустить на волю и ждать, и строить правильные мыслеформы. Для начала надо действовать. Для начала надо выбрать, куда ты идешь, что ты хочешь. Нет, подожди, подожди, действовать, значит, нужно оборвать причем, как действовать. Сначала пойми, куда ты выборвать. Слушай, двойной, это удар, нести то, что раздражает, да, напрягает, то есть тебя жрет. И плюс, как в этот внутренний ресурс, пустой, да, такой низкочастотный, запустить высокочастотку, чтобы она еще сработала. Это как два полюса. В идеальном варианте хотя бы понять, что ты хочешь. Потому что, когда мы раздражаемся, мы смотрим на негатив. Оттуда не надо смотреть, оттуда надо отвернуться, посмотреть, а как ты хотела вообще. Легко сказать, когда дома 15 детей и муж голодный. Ну, для начала, для начала хотя бы попытаться, потому что вот классная отговорка, легко сказать, но если ты не пытаешься, ты разрушишь, да, то есть не вопрос. Оборвать не строить, да, то есть ты оторвешь эту работу, но появится точно такая же. И ты в тот же круг войдешь. То же самое касается отношений, то же самое касается быта, который тебя перестал удовлетворить и так далее. Задай вопрос, а как ты хочешь, что тебе нужно? Окей, задали вопрос, что дальше? А дальше начинаем действовать. Как? Ну, у всех свои методики. Кто-то медитирует, кто-то улыбаемся и пашем, да, то есть кто-то начинает активно что-то притворять в жизни, кто-то помогает себе техниками, практиками, кто-то камнями. То есть у кого какой секрет, скажем так? 21-й переходный год, переходной, переходный. А как правильно закончить? Ну, в первую очередь завершить тот процесс, который уже начин. Либо бросить еще раз. Либо бросить, либо отказаться. То есть если вы не хотите ехать к тете, ну, вычеркните вы вообще этот пункт из своей головы, ну, не хотите вы туда, признайтесь себе. А как ты смотришь на то, что человек хочет, ну, или вынуждает его помочь другим с решением проблем, чем чревато или чревато ли? Давай, давай, как это самое, каждый сам за себя, да. То есть здесь действительно вот эти 10 дней, как мы с тобой посчитали, это то время, когда ты должен со своими проблемами разобраться, а уж не лезть в чужие, не вешать на себя чужие проблемы. Я в своей практике иногда, что иногда, регулярно, каждый день, я скажу так, общаюсь с людьми, которые... Это твоя работа. Это моя работа, разумеется, моя любимая работа, это моя жизнь, которая, а вот тут же люди, тут же вдруг им плохо станет, вот, а тут вот я займу место, а там вот еще... За себя. За себя. За себя. И идти по головам к своим целям. Но ты сначала... Это всегда можно делать экологично. Не надо идти по головам, не надо там, я не знаю, пристреливать, там, расстреливать людей. Ну зачем? Мы же не говорим о таком фатальном. Вот, но тем не менее, ты знаешь, куда это идешь. Экологично всегда ты можешь двигаться туда. Но можно же сделать на пару шагов быстрее своего конкурента. Ну правильно, почему бы и да? Почему бы и да? В конце концов, пусть это здоровая конкуренция, пусть конкурент шевелится, почему бы и да? Любая конкуренция полезна. Я с этой стороны, потому что иди по головам. Да, любая конкуренция рождает очень хорошие результаты. И движение. И движение вперед, и качество услуг рождает. Я за здоровую конкуренцию. Я за различные варианты, лишь бы человеку было хорошо. А там кто как не справится с этим, таковы ошибки, таковы уроки по жизни. Это вообще нас не касается. Это нас не касается, но так как мы люди, это может нас коснуться. Пытаюсь ободрить Екатерину, Екатерина очень в напряжении, друзья, находится. Если хотите посмотреть на Екатерину, ради мелодия.ру. Там пробки. Прямая видеотрансляция. Да, пробки сегодня у нас 9 баллов, как вот она нам сообщала до этого. Скажи, пожалуйста, наш уважаемый летотерапевт, как-то камнями какими-то определенными можно ли себя заставить начать двигаться? Камни на теле должны присутствовать? Это исключительно на теле. И, конечно, не все камни адекватно, скажем так, на все мы реагируем. Но, например, турмалиновый кварц очень хорошо помогает завершать процесс начатый. То есть как раз возвращает ту самую энергию, которая у нас зависла в делах. Шпинель черная очень круто работает, но при условии, если ты шевелишься и что-то делаешь. Если ты нацепил камушки и решил полежать, то готовься к тому, что будет только хуже. В обратную сторону. В обратную. Поэтому здесь четко для себя решить, а что ты хочешь и куда идти. То же самое касается, допустим, таких камней, как, допустим, гранат. Да, он сейчас хорошо поддерживает, шикарно поддерживает при условии, что ты как-то физически куда-то идешь. Если ты решил полежать, опять же, то у тебя будет расти раздражение страшное. Агрессия растет очень сильная. То есть на себя, на окружающих ты начинаешь гавкать. То есть хочешь, двигайся. Хочешь действовать, гранат на себе. Размещай и двигайся. Тогда он помощник по жизни и будет давать силу, желание, стремление. Желание, стремление идешь. Но если ты лежишь, то его действие будет только, ну, я бы сказала, негативно отказываться. Усугублять, но усугублять владельца, что называется. А сегодняшняя ночь у нас, Ёль, 21 число. Вот мы о ней поговорим. Мне интересно твое мнение, что в эту ночь делает литотерапевт, какие дают рекомендации, почему такие глаза сейчас пустые прекрасные у литотерапевтов. Чего пустые, я думаю, какой рекомендации. Друзья, входим на рекламу и возвращаемся в Паноптикум через мгновение. Мы живые, мы тебя слышим. Я помогу тебе, проси меня о помощи. Я знаю, что тебе нужно. Научись нас понимать, и все случится. Драгоценная суть и Екатерина Воропаева в Паноптикум. Катя, Екатерина Воропаева, расскажи, пожалуйста, вот сегодняшняя ночь. Ёль наступился, он в состоянии зимние. Что сегодня нужно делать? Какие рекомендации ты дашь как практик? И вообще, что ты скажешь? Новый год, по сути, наступил тот самый. Ну да, уже случилось. Очень хорошо сейчас, ну в принципе, до Нового года поработать с намерением. То есть, что вообще можно сделать. Из камней, из практик с камнями очень хорошо помогают медитации с горным хрусталем, с селенитом. То есть, запуск новой энергии, точка отсчета, как новый день, новая энергия, новый свет и так далее. То есть, день пошел на прибыль сегодняшней самой длинной ночи. Потихонечку начинает расти энергия. Камни очень хорошо ее проводят. А как медитировать? Как подключиться? Новый импульс. Так, как подключиться? Ну, обычно вообще с такими камнями работают через левую руку, да, то есть, как проводники в этом случае работают. Это ладонь левой руки, зажимается камень, ну а дальше медитация так, как вы привыкли. То есть, если вы практикуете медитацию, то, пожалуйста, любая медитация поможет. Где найти сегодня ночью горный хрусталь? Такой вопрос. Это может быть украшение с горным хрусталем? Это может быть украшение с горным хрусталем, это может быть украшение с бриллиантом, как вариант. То есть, если уж горного хрусталя там поискать надо, то любители камней. То бриллианту каждого третьего. Ну, девушки. Девушки. Это может быть вот крупица? На самом деле без разницы. Без разницы. Абсолютно без разницы. В принципе, можно и просто помедитировать. То есть, кто как привык на свечу. На сон грядущие бриллианты надеть и уснуть в них. Слушай, хорошая рекомендация. Думая, 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 настраивая. На левую руку, уши, шея, либо левая рука. То есть, у кого там вдруг внезапно какие-то камни есть на правой бриллиантовой, на левую переоденьте, с ними поспите. Хорошо поможет. Вот, я знал. Кать, я знаю, ты тот человек, который до последнего будет расставаться с отработками, со старым багажом, чтобы зайти в новый мир, новый. И вот хочу, чтобы ты поподробнее, что называется, человеческим языком объяснила, насколько досконально нужно вычислить себя перед входом в Новый год. И как понять, что ты чист, что твой внутренний резервуар свободен для Нового. А ну, тут все зависит от того, в каком ОГО ты хочешь прибавить новое. Будем так говорить. Ну, можно, конечно, до стерильности сливать негативную энергетику, отрезать хвосты. Допустим, по сферам, да? Да, по сферам. Разбросать. Вот. Ну, начните с элементарных каких-то вещей, начиная с жизни, с бытовой, да? То есть, то, что вокруг вас раз. Окружение. Окружение. Два. Хорошим тоже способом является элементарно почистите почту электронную, почистите телефонную книгу. Там же бардак. Фотографии свои тоже, когда картиночками в WhatsApp кидаются друг к другу, а это все у тебя в телефоне потом хранится, забивает. Столько он собирается. Да, то есть, вот это вот удалить элементарные какие-то вещи, это освободит кучу энергии, кучу пространства. А могут ли минералы нам в этом помочь? Как в этот период собрать волю в кулак и расставить приоритеты? Вот приоритеты, над чем в первую очередь думать? Хороший вопрос. Хорошее сочетание камней, вот такое пробивное, наносится в интересном месте, сейчас расскажу. Гранат, армандин и как раз та самая черная шпинель, либо шерл, да, то есть турмалин черный. Вот сочетание этих камней можно надевать на ногу правую. Даст очень хороший пробив. Вперед, движение, шаг за шагом, ни до депрессии, ни до каких-то там отвлеченных тем. Покопаться не даст, будет заставлять выкидывать все, что лишнее. Это браслет, либо это может быть нить челковое? Вообще-то называется анклет, да, то есть это на ногу надевается такой браслетик, вот он очень хорошо помогает пробивать вперед. Ну, время еще 10 дней есть, его можно приобрести, натурально, разумеется. Скажи, если обратиться тебе за помощью и приехать в твою студию, либо же через инстаграм тебя найти, кстати, давай напомним сразу, как тебя найти. Куколкина 7Б, а в инстаграме я спушан шоп. Либо Екатерина Воропаева, у Дениса Брендера. У Дениса Брендера, да. И у тебя можно как раз приобрести те камни, которые расставят приоритеты в этом вопросе, которые помогут. На левую ногу. На правую. На правую, на правую, окей. И мы разместили и ходим с этим, не снимаем. Давай еще прям такой лайфхак, ну, то, что есть у всех, да, то есть, понятно, камни там, их пока и пойди, найди. Золотую цепочку на правую ногу надень, и все. И тебе будет некогда. А если это не моя золотая цепочка? Не свои украшения никто не носит. Вот просто сейчас мужики задумались, да, у своих радиоприемников. Окей, золотая цепочка. Золотая цепочка может стоить не очень дорого. Тут внизу, что... Ну, хорошо, ладно. Женщины сейчас обрадовались. Золотистого цвета бижутерию пойдите в магазин, 5 рублей за грамм стоит. Ну, блин, купите себе такую... Ну, в лучшем случае золото натуральное. Конечно, конечно. А можно начинать сегодня ночью, мне кажется, очень хороший момент. Ну, если не ночью, то с утра как минимум срочно. И до 31 декабря? В принципе, она потом еще пригодится по жизни. Окей. Скажи, пожалуйста, вот как раз к этому у меня шел вопрос. А эти камни, золото, они подходят для защиты именно в Йоли? Вообще Йоли это просто какое-то... Золота нет, камни да. Камни да, да? Золото все это проводит. Йоли это опасный праздник? Что в нем может быть опасного? Вот сегодняшняя ночь? Уныние очень сильно опасно будет для этого праздника. Для одиноких? Состоянием... То есть это норма в этот праздник, друзья, услышьте нас. В принципе, да. То есть сейчас особо веселиться там не до этого, хотя, опять же, свет победил, то есть свет начал прибавляться. Но вот предаваться унынию, грусти, упадничеству, депрессии, вот в этот именно период можно проиграть любой бой. Друзья, так что задумайтесь, то, что сейчас с вами происходит, ну, сплошь и рядом, вот много кто ко мне обращается, я вижу среди своего окружения, все, даже практики говорят, ну, это выгорода какой-то, ну, мы это понимаем, что полнолуние Йоль, что определенная ситуация складывается. Ну, подпитка энергетическая, да, действительно нужна, но здесь надо просто спокойно к этому относиться. Это норма, это луна, она так иначе на нас влияет. Это 12 месяц, как вы не хотите, но все равно 12 месяц это всегда испытание. Мы разговариваем пока только о напряженных моментах жизни в данном 12 месяце, что стоит сейчас запрячь лошадей, скакать по, исправлять временные ошибки. Момент, когда время расслабляться, Екатерина, все-таки? Слушай, я задаюсь этим вопросом очень давно, и это самое, что никак не получается высчитать такую точку, когда можно будет расслабиться. Последние три года были тяжелые. Вроде бы как обещается, что 22-й будет легкий, несмотря как, и смотря для кого, и смотря как ты прошел эти три года. Ты прошел, да, вот я сижу головой такой, туда-сюда киваю, да. Друзья, смотря как вы пройдете свои ошибки, как вы сделаете работу над ошибками, с какими мыслеформами, с какими ощущениями внутри, и с какой частотой энергетической вы войдете. Кать, скажи, пожалуйста, может ли человек, который ищет помощи и хочет услышать, найти свой минерал, так же прийти к тебе? Регулярно ли ты сейчас работаешь на месте, или ты, я знаю, ты вернулась в последний город, в который ты была с гастролями, что это было за город? Смоленск. Смоленск. Что ты делал в Смоленске? Так же все, это мастер-классы. Мастер-классы? Теперь мастер-классы вернулись в Воронеж. А напомнишь, что за мастер-классы можно сейчас посетить, провести, поучаствовать для того, чтобы наладить гармонию? Буквально завтра мы будем работать. Что это будет? У меня будет две группы. Сначала у меня прекрасные молодые парни. Мужчины? Отдельно? Да, отдельно. А почему? Ну, так случилось. Спросите, придите. То есть, браслет Шамбала, сплетаем намерения как раз, та самая работа с намерением, та самая работа с желаниями. Я так понимаю, завтрашние группы закрыты уже. Да, завтрашние, да. А так, 27-я, 25-я группы есть. Пожалуйста. Друзья, пожалуйста, приходите. До Нового года еще группа 4 тысячи. 4 группы вас ждет, и вы можете создать свои намерения, запечатлить туда ваши желания, потенциал внутренний, и войти с этим в 2022 год. Вот. Пользуясь случаем, что называется, и возможностью твоей присутствия в нашей студии, напутственные слова, приближающиеся 2022 год от Екатерины Воропаевой, нашего друга-резидента и всегда улыбающейся и милой девушки. Все, что есть в вашей жизни, это результат вашего выбора. И страшнее этот выбор не делать, чем делать. Делайте свои выборы так, чтобы было в кайф жить. Даже если он будет неправильным для кого-то. Это и это их проблема. Друзья, на этой оптимистичной ноте мы уходим на рекламу, и к нам в студию совсем скоро войдет Никита Турчин, шоумен, участник битвы экстрасенсов. Никита готовит бойню между белым и темным. Что это за бойня, что это за батл, узнаем совсем скоро. Баноптикум. Баноптикум. Баноптикум.